Сейчас это лишь зеленое поле у дороги, однако много веков назад на этом месте жили люди. Селища Коробова-9 и Коробова-13 недавно получили статус выявленных объектов культурного наследия. Представители территориального отдела Горки-Ленинские, депутат Совета депутатов по данному округу, а также краеведы отправились на место, чтобы по документам изучить границы новой культурной зоны. Коробова является на территории Ленинского городского округа одной из важнейших территорий, на которой находится сразу очень-очень много архитектурных объектов, начиная с Вятического периода до Монгольского и до Петровского времени. Коробова – это тоже один из путей, которые идут вдоль Москвы-реки, то есть это те места, где жили вятичи еще в каменном веке, в железном веке и развивали эту территорию. Согласно документам, селища находились не в самой деревне, а в двух километрах от нее у Скоростного шоссе Москва-Домодедово. Теперь данные объекты, как Курганные группы или Коробовское городище, подлежат государственной охране. И хотя сегодня на этих местах жизнь уже не кипит, земля здесь хранит большую историю, а Коробово тем временем продолжает развиваться. В настоящее время деревня Коробова состоит из 400 жилых домов. Количество жителей доходит до тысячи в летний период. Территория относится к территории реальному отделу Горки Ленинские. Деревня современная имеет более 10 улиц, несколько переулков, все улицы заасфальтированы. Деревня развивается по современным уже стандартам. На сегодняшний день вблизи Коробова выявлено около 14 объектов культурного наследия. Это селища, курганы и городища. Их история описана в книгах «Здесь родины моей начала» и «Остров Вятичий», подаренных видновскими краеведами территориальному отделу Горки Ленинские. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Битное ТВ.